Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 8 ноября 2020 года, день рубрики «Прямой диалог». Буду рад ответить на ваши вопросы в режиме полной прозрачности. Постараюсь быть объективным и, надеюсь, информация будет вам полезна. Первый вопрос от Сергея Ельникова. Уровни для покупки солнечной энергетики SolarEdge. С чем связано сильное падение бумаги за последнюю неделю? Краткое сравнение с конкурентами в отрасли. По SolarEdge поступает достаточно много вопросов. Действительно, компания существенно просела, но, тем не менее, остается в довольно-таки высоких ценах. Некоторое время назад делал на нее обзор. Сильное падение бумаги вызвано отчетом компании и не столь были проблемны те показатели, которые она продемонстрировала, сколь инвесторам не понравились ожидания компании на будущий отчетный период. Это первый момент. И второй момент, который стал катализатором этого процесса, то, что конкуренты SolarEdge, они, наоборот, свои оценки подняли по будущим прогнозам, по своим компаниям. Соответственно, негативный прогноз SolarEdge, он тут сыграл существенный минус и был дополнительно усилен позитивными прогнозами конкурентов. Это такое вот серьезное столпадение для SolarEdge. Краткое сравнение с конкурентами в отрасли. Так и уровни вас интересуют. Давайте посмотрим по SolarEdge, на каких уровнях он будет интересен. Сделаем это достаточно бегло, поскольку, чтобы детально определить уровни, нужно все-таки компанию полноценно переоценивать и смотреть ее, скажем, показатели, довольно детально сравнивать с конкурентами. Но постараюсь сделать это в таком в экспресс режиме. 3.37 сейчас компания показывает по финансовым потокам. 2020 год не очень ожидает закрытия и восстанавливаться в 2021 году. В принципе, компания растет. Очень сильно, как вы обратили внимание, выстрелили те компании, которые занимаются солнечной энергетикой. Соответственно, цены на них достаточно велики. То есть здесь мы видим по исторической динамике соотношение рыночной цены к прибыли. Очень существенный скачок. И вот компания ушла несколько вниз, но начала отыгрываться. И я думаю, что интересно всем, будет ли она идти дальше вверх или все-таки пойдет вниз. Давайте посмотрим. То есть эти уровни для нее по ценовой категории в настоящее время являются такими очень сильно завышенными. И давайте посмотрим еще на графики, соотнесем перспективы с ценами. Здесь какие-то уровни я рисовал, наверное, это из ролика еще осталось. Довольно давно уже не открывал SolarEdge. Себе не планирую к приобретению. То есть приобретаю больше сейчас дивиденды плюс рост и другие компании. Но может быть SolarEdge тоже будет интересным вариантом. Значит, исходя из будущих финансовых потоков, то, что компания заявила о снижении будущих результатов, и учитывая тот фактор, что компания сейчас находится в исторически высоких ценах, а инвесторов это дело расстраивает, значит, даже с учетом хайпового рынка, который мы в текущий момент видим, я бы сказал, что компания, ну, должна еще скорректироваться, и ее справедливая цена, пожалуй, будет, ну, вот примерно на том уровне, который я когда-то рисовал, 136, вот эта вот справедливая цена для SolarEdge сейчас, без учета каких-либо хайпов, раздутий, вдутий, денег и так далее. Понятно, что мы, вероятнее всего, вот эту цену не увидим. Все-таки солнечная энергетика сейчас одна из отраслей, которые инвесторы для себя избрали перспективными. Ну, вот этот уровень, который был нарисован уже давным-давно, 177 примерно, он вполне для компании оптимален. Я бы сказал, что компания к нему должна сходить. Но тут не хочется выступать в роли бабки-гадалки, по SolarEdge конкретных, скажем так, потенциалов не видно. Нужно, во-первых, смотреть ее подробно, но вот думаю, что должна сходить сюда все-таки. Есть вероятность, если будет продолжение таких вот позитивных настроений на рынках солнечной энергетики, возможно, ее начнут откупать уже отсюда. Но все-таки я бы здесь ее сейчас приобретать не стал. Я бы лучше выбрал какой-либо другой вариант. Бог с ним. Если SolarEdge идет вверх, значит, это не та компания, которая нужна в текущий момент. Считаю, что это стоит дорого. И на основе будущих финансовых ожиданий она сейчас перекуплена. Где-то здесь она была бы интересней. То есть здесь она была бы тоже перекуплена, но не очень сильно. То есть уровни были бы, по крайней мере, допустимые для входа. Ниже она пошла бы с меньшей долей вероятности. Ниже она может пойти, если вдруг все-таки то такое прогрессивное движение котировок, разговоры о солнечной энергетике, они окажутся только разговорами. На самом деле там никакой поддержки и развития не будет. Тогда улетят все компании обратно. То есть вот примерно к этим значениям. Думаю, что все-таки будет перспектива продвижения. Ну и, собственно, вот он уровень, который я бы считал более-менее интересным для входа. А здесь бы ее ловить не стало, потому что можно получить довольно-таки серьезный убыток. Здесь получается минус 23%. Это довольно-таки существенно. Хотя и падение на 23% еще это тоже довольно, скажем, такой пространный вопрос. Уйдет ли SolarEdge сейчас вот сюда. Но я бы не стал покупать ее. Повторюсь еще раз. Поскольку все-таки компания сильно перекуплена. Стараюсь покупать тот бизнес, который стоит своих денег. Он адекватен за свои деньги. А здесь все-таки такой инструмент довольно-таки раздутый. Так, и краткое сравнение с конкурентами в отрасли. Давайте посмотрим в Finviz. Конкурентов у компании не так уж и много. Собственно, я ее при обзоре выбрал как самый интересный вариант. Давайте по капитализации выстроим, чтобы понимать, какие компании малые и какие большие. Ну и, собственно, Enfas Energy. Самая крупная компания находится в США. SolarEdge у нас, как известно, из Израиля. First Solar. First Solar мне никогда не нравился и по сей день не нравится. У нее абсолютно неадекватная система управления. И компания, даже с учетом хайпов, она не факт, что будет себя хорошо чувствовать. Вот Sunrun, честно, не помню, что за организация. Нужно рассматривать подробно. Ну, в общем-то, такой вот экспресс-анализ, конечно, стоит смотреть подробнее. Думаю, что сейчас компании дороговаты. Лучше все-таки стараться какие-то активы приобретать в справедливые для них ценах. Когда появится какой-то хайп, он по солнечной энергетике, собственно, не ожидался. Они, да, подрастали с учетом тех финансовых потоков, которые показывают. Когда уже они отстрелили вверх, приобретение их там не очень интересно, на мой взгляд. То есть лучше выбирать те компании, которые торгуются за адекватные деньги. По крайней мере, вы будете знать, что вы купили булку хлеба за 30 рублей, а не за 3000 рублей. И когда булка хлеба за 3000 рублей окажется очень дорогой, придет осознание, цены упадут, скажем, на эти товары. Тогда не будет разочарования. То есть когда бизнес куплен за адекватные деньги, есть большая вероятность того, что он покажет те результаты, которые инвестор от них ожидает. Далее давайте по вопросам пойдем. Вопрос от Скупулатов. Ваше мнение по Фейсбук в текущих ценах. Есть в портфеле наполовину планируемые доли, средние 260, добирать по текущим 290 или, возможно, еще просадка в долгосрок минимум 3-5 лет. Так, еще есть продолжение вопроса. Давайте по Фейсбуку. По Фейсбук считаю хорошей компанией, не считаю его перекупленной. Давайте откроем Фейсбук. Фейсбук, он, да, безусловно, дороговат. Если мы говорим о показателях, скажем, кризисных времен 2008-2009 года, но если мы берем те показатели, которые были адекватные 2015 год, 2016 год, 2017 год, она сейчас нисколько не дороже, чем он был когда-то. Я считаю, Фейсбук, компания ростовая, вполне перспективная и Фейсбук показывает действительно те результаты, которые покрывают рост котировок. То есть компания увеличивает прибыль, увеличивает финансовый поток. Естественно, инвесторы обращают на нее внимание, они ее покупают. Здесь достаточно актуальный такой рост цен, который оправдан именно финансовыми потоками. Также я про Google говорил, есть ряд компаний, которые, безусловно, показывают низкие результаты, но растут очень сильно. Тот же самый Apple, например. То есть там чисто из-за хайпа, чисто из-за вдувания рынок, из-за вложений денежных средств нужно тянуть индекс. Вот почему растет Apple. То есть он не показывает рост. Здесь мы невооруженным глазом видим, как растет выручка, как растет прибыль, нет проблем с финансовыми показателями. И если посмотрим на динамику соотношения рыночной цены к прибыли, то Фейсбук торгуется даже дешево. То есть про Фейсбук заговорили сейчас, что он гиперперегрет, но все молчали, как в 2016 году, когда он торговался по PE69, был гораздо дороже, чем сейчас в отношении финансовых потоков. То есть про Фейсбук говорят сейчас в таком ключе, потому что это звучит со всех экранов телевизоров, звучит это со всех блогеров. На самом деле посмотрите, насколько дорог Фейсбук или дешев. То есть вот динамика, он по отношению к тем финансовым показателям, которые показывают, он дешевеет. То есть я не думаю, что нынешняя цена дорогая. Естественно, он может упасть вместе со всем рынком, потому что если берем показатели 2008-2009 года, я по многим компаниям проходился и смотрел, там, естественно, после кризиса все очень сильно упало, может упасть и сейчас, если упадет весь рынок. То есть тут хоть защитные активы можно приобретать, хоть незащитные, то есть упадет все, просто что-то быстрее восстановится, что-то медленнее. И в целом считаю, что Фейсбук стоит недорого. Но можно подождать, он может подостыть. То есть вот эти вот колебания, которые мы здесь видим, они довольно серьезно отражаются в тех ценах, которые являются для рынка нормальными. То есть не считая Фейсбук дорогим, вполне можно его приобретать, но можно и подождать коррекции. Если говорим об S&P 500, естественно, в целом весь индекс достаточно разогрет. Но индекс это, помните, температура средняя по больнице, он не отражает состояние каждой компании в отдельности. То есть если инвестируем в индекс, то рассматриваем S&P 500. Если мы инвестируем в отдельные компании, стоит приобретать просто хорошие активы, которые стоят недорого. Видим, что все-таки дороговато, на исторических максимумах находится. Но думаю, что может еще подрасти как минимум вот до этой линии. То есть здесь явная фиксация прибыли будет, в том числе, если он уйдет сюда, то я рассмотрю ряд своих компаний к продаже, зафиксирую по ним прибыль, потому что вероятность коррекции вырастет. Я думаю, с Фейсбуком понятно. Так, аналогичная ситуация по Tiro. Возможно ли просадка как текущие цены для пополнения доли в портфеле? Давайте посмотрим Tiro. Сейчас сразу не готов сказать. Tiro. Хорошая компания, но давайте посмотрим по ценам. Tiro. Так, так. Tiro. В принципе, может быть по Tiro коррекция. Вообще, актив достаточно ростовой. Я бы, возможно, зафиксировал часть прибыли. По ряду активов не говорю про Tiro, не говорю про Фейсбук. Но у меня появляются мысли, что те активы, которые у меня существенно выросли, которые несколько находятся выше своей средней цены или с учетом будущего потенциала таковыми являются, возможно, в следующей неделе их продам, чтобы иметь какое-то количество кэша. Я уже давно говорил, что не ожидал второго дна, соответственно, активы держал, они хорошо росли и продолжают расти. Но здесь хочу некоторую страховочку получить, потому что однозначно сложно будет сказать, как себя поведет рынок. Не думаю, не ожидаю никакого краха. Это безусловно, но коррекция может быть и на этой коррекции можно существенно получить прибыль. И перезайти в какие-либо компании с более выгодными ставками. То есть сейчас цена на Tiro безусловно нормальная. В принципе, периодически эту компанию смотрю. Не сказать, что я слежу каждый день за котировками. Но, в общем-то, здесь проблемы никакой нет. Если говорим о долгосроке, то это неплохое вложение. Опять же, не стал бы добавлять его до полного показателя в портфеле той доли, которую вы для него выделили. Но докупать, в принципе, можно. Далее, вопрос от Антония. Инсайдеры вышли из Microsoft на огромную сумму. С чего бы это грядет обвал? Не считая, что это показатель обвала. Смотрел, конечно, и за инсайдерами в Microsoft в том числе. По инсайдерам довольно интересная ситуация. Не стоит все сделки воспринимать буквально. То есть деятельностью инсайдеров интересуюсь уже очень давно. Я их знаю уже чуть ли не по именам. В том числе и в Microsoft тоже. Значит, и есть психология инсайдера. То есть не все инсайдеры одинаково занимаются какими-либо сделками, заходят-выходят. Нужно применять определенные факторы. И, соответственно, вот те сделки, которые были по Microsoft, я бы сказал, что они для меня не имеют никакого значения. Первое. Насколько помню, там вышла мужчина и женщина. Женщину на N зовут. Но не буду вообще-то, это не суть важна. Можете посмотреть самостоятельно. Она выходит стабильно. То есть это не является каким-либо сигналом. Давайте график откроем. Я примерно продемонстрирую Microsoft. Значит, Microsoft, как вы знаете, неплохо подрастает, неплохо растет. И если обратите внимание на деятельность данного инсайдера, этой женщины, она выходила, условно говоря, здесь, здесь и здесь. Она периодически это делает. У нее неплохое обеспечение в виде грантов. Она получает большое количество акций и периодически на 5, 10, 15, 20, 30 миллионов долларов она выходит. То есть она старается выходить в пиковых ценах, но потом котировки продолжают расти. То есть ее бы не стал брать в рассмотрение. Просто она реализует свои акции, которые получает в виде грантов. Собственно, она их выводит в кэш. И второй момент – это мужчина, насколько помню, директор и пресс, значит, он не очень удачлив в сделках своих. И также по деятельности. Я видел, что он выходит дешево, входит дорого, потом опять выходит дешево в непонятное время. И его деятельность я бы тоже не стал бы за чистую монету принимать. Соответственно, по Microsoft не могу сказать, что прямо-таки ожидается крах. Да, совокупность факторов в целом указывает на увеличение вероятности коррекции в рынке в целом. Соответственно, Microsoft как бумага несколько перегретая. Как видите, она еще в последнее время существенно отскочила. Она имеет большую вероятность, чем какие-либо другие бумаги, более дешевые, значит, к этой коррекции. Но вот эта деятельность инсайдеров, я бы не назвал ее достаточно существенной. Далее вопрос от Виталия. Мое мнение по поводу рубрики «Прямой диалог». Может, стоит сообщение пораньше опубликовывать, чтобы была возможность ставить лайки. А то чуть задержался, и все, уже выходит видео. Кто первый написал, кого успели пролайкать, того озвучили. Ну, давайте рассмотрю этот вопрос. В принципе, такая возможность есть. Могу не в воскресенье выставлять сообщение о предстоящей рубрике. Я могу, например, в субботу вечером выставлять такое сообщение, и каждый сможет написать свое сообщение, соответственно, почитать другие сообщения, какое-то поддержать. Давайте ведем такую практику. «Автоматик дата процессинг» прошу разобрать бизнес, считая очень перспективной и надежной компанией. Уже начал набирать ее в портфель. Возможно, сделаю ролик по данной компании АДП. У меня списки избранных, я за ней слежу. Насколько я помню, не так хорошо она восстанавливалась, поскольку у нее снизились ожидания по будущим финансовым потокам. На нее повлиял коронавирус. То есть там те продукты, которые она разрабатывает, они, в общем-то, имели проблемы. Но в последнее время вот она отскакивает. Нужно почитать отчетность, посмотреть. Сейчас не готов полную раскладку по компании дать. Вообще, актив довольно-таки неплохой. Я бы его, не то что назвал бы конкурентом Майкрософта, но похожая компания. То есть она по финансовым потокам, так по системе управления себя адекватно достаточно ведет. И вполне компания пригодна. Давайте на длительном интервале посмотрим. Она неплохо растет. То есть если мы посмотрим по процентам роста, она растет быстрее, чем индекс. Конечно, не дотягивает до Майкрософта. Но, тем не менее, как альтернативный актив вполне подходит. Возьму ее на карандаш. Возможно, при интересе зрителей разберем ее в последующих роликах. Далее вопрос от Гри-Гри. В одном из видео от вас была информация, что индексное инвестирование со временем станет невыгодным. От некоторых блогеров и аналитиков слышу подобную информацию. Можно поподробнее раскрыть этот вопрос. Может грядется катер и пассивного дохода. Нет, я бы не стал связывать, во-первых, пассивный доход с индексным инвестированием. И второй момент. Со временем станет невыгодным. Я уже довольно-таки давно говорю, что для меня индексное инвестирование не является интересным. Делал ролик на эту тему, почему я не приобретаю ETF. То есть я считаю, что время неинтересного индексного инвестирования уже давно пришло. И те риски, которые несут в себе индексы, а это в первую очередь S&P 500, который в основном приобретается инвесторами в силу его доступности, считаю, что он неинтересен, потому что котировки, как вы видите, огромны. И ряд компаний, перегретых, они тянут его вверх, в то время как компании адекватные, они не дотягиваются. То есть он на исторических максимумах находится. Коррекция, безусловно, напрашивается. Опять же, в силу проблем компании, которые его разогревают. Собственно, индексное инвестирование при входах в таких позициях в компанию, когда все отстрелило, оно не очень интересно. Оно будет интересно, когда произойдет коррекция. Если она произойдет существенная, там, да, можно вполне вкладываться. Но такой существенный драйвер роста произошел, и здесь приобретать этот индекс не очень интересно. Я склонялся и склоняюсь к тому, чтобы приобретать именно компании отдельные, которые не являются хайповыми, которые торгуются за свои деньги и могут принести в любом случае позитивный результат. То есть отсеять пузыри от надежных компаний, приобрести надежные компании. Поэтому я не сторонник индексного инвестирования. Еще раз повторюсь, если хорошенько индекс упадет, может быть, не настолько, насколько я здесь продемонстрировал, но тогда индекс станет более интересным. Сейчас уже и сейчас, и ранее считаю, что индексы не интересны. И, соответственно, про пассивный доход. Вторую часть вы имели в виду, наверное, отсутствие, скажем так, заморочек по поводу приобретения компаний, их оценки, анализа, переоценки. Вот в этом плане пассивный доход – это безусловно. Думаю, что не так сложно подобрать хорошие компании. Инвестор может это сделать самостоятельно, если он в себе уверен. Инвестор может также обратиться к кому-либо, ко мне, например. Я могу эти компании подобрать. То есть тут ничего сложного нет. Соответственно, эта работа постоянно проводится. И можно получать такой же пассивный доход, но понимать, что в портфеле лежит не пузырь мыльный, а лежат хорошие, надежные, мощные компании, которые являются кризисоустойчивыми и показывают рост довольно-таки высокий. В максимальном количестве случаев, если это рост или рост плюс дивиденды, они показывают рост быстрее, чем индекс. Далее. Вопрос от Сергея. Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение о компании Squire. Есть ли перспективы роста? Сможет ли компания в будущем заменить таких гигантов, как Visa и MasterCard? И стоит ли покупать по таким ценам? Начну с конца. Считаю, что Squire – это пузырь, о котором я говорил здесь выше. Она, насколько я помню, не входит в индекс ни в какой. Но такой классический представитель пузыря. То есть давайте ее посмотрим, чтобы не быть голословным. Чтобы точно про Squire. Такой актив не очень популярный. Я его не применяю в деятельности в силу того, что все-таки он дорогой и имеется вероятность схлопывания этого пузыря. Он сегодня есть, завтра может не быть. То есть компания не такая существенная, как Visa и MasterCard, которые работают по всему миру. Это киты, гиганты, которые показывают из года в год исторически отличные прибыли. Тут можем видеть, что Squire подрастал, потом упал, был боковик. Сейчас залетел в небеса. Почему-то не видел в нем никаких таких серьезных изменений. И доп. эмиссия по акциям Squire сейчас показывает невысокие результаты. 2020 год планирует закрыть в убыток. 2021 год планирует быть при своем. Что-то было в последнем отчете, может быть интересно. Выручка выросла, но прибыль отрицательная. То есть убыток компания получает. Мультипликаторы крайне дорогие, 319. Я бы компанию не стал приобретать, конечно. Я никогда не сторонником не был лотерей. Еще раз повторюсь, что лучше приобретать адекватные активы. Да, у тех людей, кто приобретал Squire где-то здесь, и она выросла, это отличный вариант. Но она могла бы и не вырасти, она могла бы уйти вот сюда куда-то. То есть может вырасти, может не вырасти. Это такой, считаю, недальновидный подход в инвестициях. Нужно понимать, почему компания приобретается, какие у нее есть возможности, насколько она может вырасти и почему. То есть всегда рост или падение цен, оно должно быть сбалансировано финансовыми потоками компании. Это закон жизни в принципе. То есть воздух не должен стоить огромных денег. Можем приобретать то, что действительно этих денег стоит. То есть по Squire я здесь никакого интереса не вижу. Он вполне может улететь вниз, так же как взлетел вверх. Не вижу в формате конкурентов Visa и MasterCard. Может быть в будущем что-то и предстоит. Но пока, значит, я такую оценку ему довольно-таки низкую бы дал. Так, и стоит ли покупать по таким ценам? Нет. Есть ли перспективы роста? Перспективы роста безусловно есть. Возможно, компания будет внедрять какие-либо технологии более интересные. Насколько помню, на эквайрингом занимается. Но явных драйверов не вижу. Есть ожидания увеличения финансовых потоков где-то в 2022-2023 год. Но сейчас повторюсь еще раз. Компания стоит каких-то безумных денег. Она столько денег не зарабатывает, чтобы столько стоить. Такое субъективное мнение. Далее. Приветствую. Есть смысл усреднять сейчас NTNT и Total. NTNT имею в своем портфеле. Считаю компанию вполне интересной, вполне пригодной. Сейчас цены отличные. Есть, конечно, вероятность, что она может скорректироваться до 25 долларов. В зависимости от тех финансовых показателей, которые она будет показывать. Ну, собственно, вот NTNT можно сравнить с тем же самым Square. То есть, NTNT что показывает? Столько и стоит. То есть, много денег зарабатывает, она уходит вверх. Плохо деньги зарабатывают, уходит вниз. То есть, Square уходит в убыток и котировки его взлетают. То есть, тут есть определенный дисбаланс. И NTNT это реальный бизнес. То есть, в него можно вкладываться. Это дивидендный аристократ. По убеждениям коммерческого директора, вполне есть у них возможность выйти на payout ratio по дивидендам в 60%. В принципе, не вижу поводов ему не доверять. Естественно, никто про свою компанию плохо не скажет. Но по NTNT считаю, да, интересные точки входа. Будьте готовы к тому, что она может скорректироваться. Но если вы ее приобретаете, и тотали здесь указали, вероятнее всего у вас дивидендный портфель. То есть, не переживайте, получайте дивиденды. Маловероятно, NTNT дивиденды снизит или отменит. Она действительно такой знаковый дивидендный аристократ. Будем надеяться, что таковым останется. То есть, сейчас точки, я считаю, довольно-таки интересными. По тоталю бы, наверное, пока не стал бы дополнительно приобретать, поскольку он, насколько я помню, дивиденды еще не снизил. Но есть такая очень серьезная вероятность снижения дивидендов. Это будет необходимо для компании. Я бы, скажем, с 80-90% вероятности сказал, что тоталь дивиденды снизит. Когда встанет речь, встанет вопрос о устойчивости бизнеса тоталя в целом, либо выплаты дивидендов, она как бы дивидендным аристократом не является, она вообще к Америке не относится, это понятие американское. Я думаю, что она легко дивиденды срежет, соответственно, котировки тогда еще упадут. Хотя, в общем-то, для тех, кто глубоко в инвестициях, я думаю, этот вопрос, он уже вполне понятен, вполне прозрачен. То есть, дивиденды надо сокращать. Но, тем не менее, рынок отреагирует в любом случае на снижение дивидендов падением. Там можно будет ее докупить, если она будет вам в тот момент интересна. Но, вообще, компания, я считаю, хорошая и довольно-таки перспективная. То есть, по тоталю бы подождал. Далее, вот вопрос от Алмаза. Дж.П. Морган. И хотелось бы узнать ваши мысли насчет акций с потенциалом для роста при Байдене. По Дж.П. Моргану сделаю обзор, полноценную оценку. Компания достаточно интересная. Расскажу о своих мыслях. Я проводил опрос в сообществе на YouTube-канале. Какую компанию интересно было бы видеть зрителям в следующей оценке. И Дж.П. Морган набрал наибольшее количество голосов. Я поставил лайк под ним. То есть, это та компания, которую я разберу следующий и выпущу ролик. То есть, там будет все развернуто. Поэтому сегодня так время не будем на это уделять. А по компании с потенциалом при Байдене сложно сказать, потому что есть политика. Я вижу, и наверняка вы такой вопрос задали, поскольку видите наверняка много новостей у брокеров. Какие компании покупать при Байдене, какие при Трампе. Я могу сказать, что эти заголовки приманивают инвесторов. Инвесторы читают. Активность по сделкам растет. Потому что кто-то за Байдена, кто-то за Трампа. Один покупает те компании, которые вырастут при Трампе. Другой при Байдене. Брокеры считают денежки, комиссии с инвестора. И вот такие заголовки, они создаются, во-первых, для брокеров, для получения прибыли, чтобы создать шевележ, а не просто купил инвестор день акции и хранит на счете. Брокеру выгодно, чтобы вы больше покупали, больше продавали. Он на этом зарабатывает. Никому не выгоден пассивный инвестор. И второй момент. Это хайповые каналы, которые такие заголовки выпускают. Ни разу не смотрел. Честно сказать, мне неинтересно. Я понимаю, что это просто хайповые темы, которые за собой не несут никакой информации. То есть это политика. Были определенные заявления от Байдена, от Трампа. Где-то можно что-то из них выделить. Например, при Байдене какие-то лекарственные препараты подрастут. Зеленая энергетика. Собственно, на этих новостях тоже люди начали скупать. Что-то выросло. Но, естественно, Байден такой же адекватный человек, как и Трамп. Как и другие люди, которые баллотируются в президенты в США. И все индустрии и все экономики будут, естественно, поддержаны. Я бы не стал выделять конкретных каких-то направлений. Нужно отталкиваться от той ситуации, которую мы будем видеть. То есть эти все заголовки, которые пестрят, это просто хайп, чтобы собрать людей денег. Будем следить за ситуацией. Но в большинстве при Байдене я бы ожидал все-таки рост фарм-компании и зеленой энергетики, возможно. Так, давайте далее. От Алекса. И дальше пойдем по количеству лайков. Western Digital. Труп или хорошие точки входа на период до года. Лучше купить Intel. Intel. Да, я купил Intel. Intel, я считаю, более сильной компанией. Western Digital, он нестабилен. И когда рассматривал компании из этой отрасли, в общем-то, там не только Western Digital, там вся отрасль, она такая, довольно-таки шаткая. То вверх, то вниз, то у них хороший период, то плохой период, они нестабильны. И, ну, собственно, здесь вы видите, да, выручка исторически подрастает, но у нее то практически ничего не заработал, то в убыток, то какая-то прибыль. Мне такие компании не очень нравятся. Очень сложно планировать будущие финансовые результаты таких организаций. Насколько хорошо они будут себя чувствовать в следующий период, улетят ли они вниз или вырастут. Здесь мы видим по графику, что компания периодически падает и задухание импульса идет. То есть по теханализу здесь можно сказать, что компания готовится упасть вниз, но это далеко не факт. Может и взлететь вверх. Я бы все-таки приобрел Intel. Значит, див-платеж здесь отображается. Насколько помню, Western Digital дивиденды перестал платить. Если это не так, поправьте. Давно не смотрел компанию, потому что она мне неинтересна. Насколько помню, дивиденды она больше не платит. Я бы, безусловно, выбрал Intel. Это будет такое более, может быть, консервативное вложение, но более то, которое может решить определенную задачу в инвестиционном портфеле по Western Digital. Есть существенное количество рисков, но, насколько помню, есть ожидания по тому, что компании начнут существенно подрастать в районе 2021 года, может быть, конца 2021 года. Но я бы не стал вот эту лотерейку брать, потому что, может быть, улет вниз и, в общем-то, дивидендов компания либо не платит вовсе, либо она платит их немного, котировки не растут. Собственно, какую цель может добиться Western Digital в портфеле, не вижу. Я бы взял лучше Intel. Ну, конечно, решать только вам. Далее вопрос от Юлии. Доброе утро. Техов продавать завтра утром. Конец хайпа. Я думаю, что нет, конца нет. Посмотрим, конечно. Мне самому очень любопытно, как отреагируют рынки. Но не ожидаю каких-либо существенных прямо-таки падений, что из техов начнут выходить. Все-таки большинство тех компаний, тот же самый Microsoft, не знаю, кого еще привести. В пример, Facebook, тот же самый, тоже можно отнести его к этой индустрии. Как я уже показывал, они показывают неплохие финансовые результаты. То есть то, что котировка у них взлетает вверх, это оправдано финансовыми потоками. То есть они не являются пузырями. Apple мне не очень нравится. Но периодически, как ростовой актив, я его использую. Потому что я понимаю, для роста S&P 500 необходимо разгонять Apple. И инвестор может достигнуть той задачи, которую перед собой ставит, это рост капитала. Да, компания не очень сильная. В последнее время я перестал ее включать, потому что она уже очень сильно отросла. Но, тем не менее, самое главное, мы видим рост котировок. Есть ряд таких компаний, как Square, например. Есть еще много других активов, которые стоят очень дорого. Никто не смотрит на их финансовые потоки. Все видят растущий график и их покупают. В общем-то, есть адекватные техи и не ожидал бы какого-либо краха, конца хайпа. Я думаю, что и Байдену это невыгодно в том числе. Но тут кот в мешке есть. Мы понимали политику Трампа, каким образом он решает задачи рынка. Политику Байдена мы не знаем. И вообще, в принципе, если это политика в отношении рынков, будет ли он поддерживать эти рынки. То есть, тут прячутся кот в мешке, риски повышаются ввиду разогретого рынка S&P 500 и в сочетании с Байденом. Но не думая, что крах будет. Стоит держать руку на пульсе и отталкиваться от тех событий, которые происходят по факту. Далее, давайте еще один-два вопроса и будем заканчивать. От агента Госдепа. Добрый день. Отобрал ряд компаний для включения в пенсионный портфель из индустриального сектора. MSM Industrial Direct, 3M, Eastman, General Dynamics, Lockheed Martin, Packard Caterpillar. Считаю, что это много из индустриального сектора. И встает вопрос, какие компании стоит исключить. Очень такое много компаний вы перечислили. Я даже вам сейчас, наверное, не отвечу. Нужно смотреть каждую компанию, исходя из нынешних котировок. По Caterpillar я отмечал, что вероятность снижения. Он потихоньку начал снижаться. Писал об этом в Телеграме, писал в Ютубе. Соответственно, Caterpillar сейчас под вопросом. Я бы покупать его не стал. Lockheed Martin, насколько помню, стоит адекватных денег. Вполне компания интересна ко входу. General Dynamics относительно дешевле, чем Lockheed Martin. Но нужно их сравнивать в настоящее время. Кто из них может показать лучший рост. В общем-то, не готов сейчас точно сказать. И Lockheed Martin это скорее рост плюс дивиденды. MSM это дивидендная компания. Тут такой очень широкий вопрос. Нужно смотреть по компаниям. Не хотел бы ввести вас в заблуждение. Также хотелось бы узнать ваше мнение. Включение в портфель таких компаний, как Prudential Financial. И Unum. Какая компания, по вашему мнению, достойна быть куплена в долгосрок? Спасибо за ваш труд. Боже, храни Америку. Себе купил Prudential Financial. То есть ролик про него записывал. Компания интересная. Думал недавно его продать. Но зашел, посмотрел, что все-таки прогнозы остаются позитивными. Должен показывать в ближайшие годы 10-13 долларов прибыли на одну акцию. Соответственно, если эти прогнозы сбудутся, тогда компания уйдет в существенную недооценку. Есть перспектива роста у нее, ну скажем, процентов на 30 в ближайший год, полтора года. То есть пока остаются эти результаты. Там неплохо у них добавились капиталы, которыми они распоряжаются. Порядка полутора триллионов долларов посмотрел полностью отчет и как-то вроде жалко его стало продавать. Хотя Prudential Financial, актив, среди тех компаний, которые я стараюсь в долгосрок удерживать, он довольно-таки небольшой и малозначительный. Хотел его заменить на какого-то крупного игрока. В общем, еще будет по этому поводу возможность поразмыслить. Unum по нему делал ролик. Актив более рисковым, считаю. Но и, в общем-то, по нему можно и больше результат получить. Ну, для себя выбрал Prudential Financial. Неплохая дивдоходность, которую он легко обеспечивает. И есть такая большая вероятность восстановления. Пока прогнозы оптимистичные. Давайте посмотрим что-нибудь. Может это 47 лайков. Михаил Матвеев. Здравствуйте, Денис. Поделитесь мнением о результатах выборов США. Для каких секторов, отраслей, приход Байдена? Это плюс, для каких минус? Ну, собственно, на этот вопрос я уже ответил, что это вопрос хайпа и сбора денег с населения. Поживем, увидим. То есть политика есть политика. Далеко не всегда, а точнее в большем числе случаев то, что говорят политики, оно не ложится в фактическое русло тех направлений, которые мы видим в России. Это в 95% случаев, в США это так 50 на 50, можно сказать. И давайте тогда еще один вопрос. Вопрос от Кирилла Соломатина. Денис, добрый день. Расскажите, пожалуйста, немного о портфеле для вашей дочки. Вы упоминали, что покупаете каждый месяц один лот Сбербанка. Есть ли в этом портфеле другие активы, акции, облигации? Почему именно Сбер? Я понять могу, но как же страновые риски? И к тому же в рублях. Как вы думаете, если я решил собрать портфель для своей дочки Гризонтом 20 лет и покупать S&P в долларах, не готов следить за конкретными компаниями, стоит ли в него добавить облигации на такой длительный срок? И другие индексные фонды для диверсификации. Заранее благодарен за ответ. Портфеля как такового нет. Сбербанк я покупаю на свой счет, который имею в ВТБ. То есть отдельного портфеля я никакого не открывал. Дополнительный портфель – это, как правило, дополнительные сдержки, доп. комиссии. Это не очень удобно. Просто для себя решил, что вот такая вот толика моего портфеля, одна из позиций будет для дочки по Сбербанку. И вот такое вот ежемесячное пополнение, минимум по одному лоту Сбербанка. Да, порой есть свободные средства. Я еще туда добавляю. То есть минимум один лот, как обязательно. Порой больше туда денежек закидываю. Соответственно, Сбербанк выплатил дивиденды. Я также эти дивиденды перевел в акции Сбербанка. Постепенно генерируется. То есть другие активы у меня, безусловно, есть. Но это уже те компании, которые я использую в своем портфеле. То есть под дочку чисто Сбербанк. Он является дополнением моего портфеля, такой вот российской частью. И, соответственно, акции другие, конечно же, есть. То есть не планирую формировать для детей какие-то отдельные портфели с отдельной диверсификацией. Считаю, что все-таки в любом случае этим буду заниматься я. И никто другой, соответственно, дочка, она не будет принимать решения, потому что она маленькая. Соответственно, это просто дополнение моего портфеля с акциями. Облигаций нет, поскольку облигации доступны российские. И в России сейчас вижу много рисков. Соответственно, я к такой стратегии не готов. Хотя облигационная стратегия, конечно, имеет место быть. Можно получать определенную доходность, сохранять свои средства, где-то их увеличивать. Но все-таки многократно говорил, что стратегия инвестиции в зарубежные бумаги, в долларах, она более такая консервативная и дает больше и больше результат по итогам времени. Если не смотреть на месяц, на полтора месяца, не брать годовой период, хотя он очень существенный показал рост доллара. То есть, в принципе, мы берем длительную динамику, на ней мы видим всегда укрепление доллара по отношению к рублю. И это более перспективно. Так, страновые риски. Ну, соответственно, это продолжение вопроса, что страны у меня различные. 20 лет покупать S&P в долларах, не готов следить. Вполне можно покупать S&P в долларах, если не готовы следить за котировками, ходить-выходить, делать переоценку и так далее. Есть такой вариант, но все-таки уже говорили сегодня про риски. Я не любитель покупать активы на хаях, когда они на своих исторических максимумах, потому что можно получить очень серьезный минус, можно получить минус 30-40% от портфеля, и, соответственно, те инвестиции, которые вы осуществили, они будут в минусе, еще могут быть в минусе, точнее, 5-7-10, может быть, летом 12 лет. Соответственно, риски лучше все-таки хеджировать. Если бы S&P стоил дешевле, я бы оценил такую возможность выше. Но это вполне допустимо. Может быть, и дальше будет рынок расти вверх. Это вполне вероятно. Просто вероятность коррекции, она несколько больше, чем вероятность роста. Стоит ли в него добавлять облигации? Я бы не стал. То есть, если у вас есть возможность приобретения иностранных облигаций в долларах, там компании более стабильные и сам доллар более стабилен, ну, там есть входной, скажем так, барьер по облигациям. Там не купить на 5 тысяч рублей, на 100 тысяч рублей, не купить облигации иностранные. Если есть возможность приобретения иностранных облигаций, то это вполне может быть интересным выходом. И другие индексные фонды. Да, можно разнообразить золотом, как вы относитесь к этому инструменту. Это такой определенный защитный актив, который работает зачастую против рынка. То есть рынок снижается, золото растет. Если вам так будет спокойнее, то да, тут видите, очень многосоставной такой вопрос. Зависит от ваших конкретных потребностей, от вашей психологии. Тут важно в инвестициях получать комфорт и уверенность в будущем. То есть я для себя фонды не покупаю, золото не покупаю, не вижу его в своем портфеле. Облигации крайне редко покупаю. То есть когда есть необходимость зайти и выйти в какие-либо активы в короткий промежуток времени, чтобы деньги работали. То есть тут очень различные могут быть направления. И нужно для себя определиться, какую цель вы перед собой ставите, к чему вы готовы и только из этого исходить. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, информация была полезна. Поставьте лайки, будет очень приятно. Соответственно, всем удачи в инвестициях, всего доброго, до свидания.